В этой квартире произошло настоящее побоище. Сначала неизвестные выпивали, потом была поножовщина. Старенькая мебель, грязная посуда и труп на кровати. Так выглядит полигон для начинающих криминалистов. Место, где молодые сотрудники оттачивают свое мастерство. Выдвинуть версию произошедшего и описать место преступления. Такова вводная. Как правило, мы работаем с преступлением против личности. Это убийство граждан. Нередко они происходят с причинением таких повреждений, когда у человека имеется наружное кровотечение. Поэтому здесь часто моделируются следы, в том числе кровавые, следы крови на различных поверхностях различного характера. То есть потеки с вертикальным, следы печатков пальцев рук, раскладываются о роде преступления. Тот, кто замечает кровавый отпечаток пальца на косяки двери, получает дополнительные баллы. Этот шарнирный манекен в камуфляже видел почти всех убийц региона. Здесь, на полигоне, он, можно сказать, отдыхает. В будние дни манекен путешествует по области и помогает следователям и криминалистам понять, как было совершено преступление. Он жертва со стажем. Мы можем придать практически любую позу, соответственно, близкую к позе пострадавшего в момент совершения преступления. То есть, как правило, мы представляем такую возможность сделать нашим обвиняемым или подозреваемым. Он моделирует ситуацию, сам использует манекен, а потом показывает свои или чужие действия. Эксперт-криминалист – помощник следователя на месте преступления. Поэтому в его распоряжении самая современная техника. Такой комплект для панорамной съемки криминалисты называют «рыбий глаз». Техника позволяет запечатлеть помещение полностью, со всех сторон. Это кадры с крыши континента, на котором летом этого года произошел взрыв. Рыбий глаз снимал и там. Этот волшебный чемоданчик – один на всю область. В нем криминалистический фонарь, позволяющий выявить биологические следы на месте преступления. Можно исследовать, естественно, микроволокна на одежде. Следы рук слабо выявляемые в обычных условиях. Также следы обуви на полу. В том числе следы, которые покрыты уже слоем пыли. И изъятие их традиционными методами достаточно затруднительно. Такой многомиллионный комплект в области один. А исследования нужно проводить часто. Криминалисты используют такой портативный источник света. Он есть у каждого специалиста. Мощность, конечно, не такая, но биоследы определить можно. Все преступления уникальны по-своему. Но нечто подобное уже когда-то было совершено, говорит следователь-криминалист полковник Александр Кузнецов. В этом учебном классе молодым сотрудникам Следственного комитета он показывает коллекцию оружейных гильз. И рассказывает, какие следы остаются на теле человека после огнестрела. Работа эксперта скрупулезная и методичная. Нужно все примечать. Ведь от осмотра места происшествия зависит, будет ли найден и наказан виновный. Искать улики приходится и в воде, и на земле, и под землей. Из года в год преступники становятся все более изощренными. Криминалисты должны быть всегда на шаг впереди. Мы действительно дежурим круглосуточно, в любой день, в любую погоду. Независимо праздника, это будни, выходной или день. Если что-то происходит, мы всегда поднимаемся и выезжаем на место. Наши сотрудники выезжают на любое преступление по всей области. Идеальных преступлений не существует, уверены криминалисты. Пока есть те, кто хочет скрыть свои следы, есть и те, кто обязательно их найдет. По-другому и быть не может. Мария Смирнова, Олег Мелехин, РТВ Иваново. Продолжение следует...